Здравствуйте, уважаемые соотечники! Тема сегодняшнего эфира это проблема автомобилистов, которая возникла на прошлой неделе. И это активно обсуждалось в средствах массовой информации, в социальных сетях. Представители Министерства внутренних дел, областные ДВД на всех уровнях проводили активную разъяснительную работу. Но я, прежде чем изложить собственную позицию, хотел бы, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Дело в том, что правительство приняло решение о том, что автомашины с иностранными номерами должны, по сути дела, пройти растаможку. Речь эта касалась сначала всех иностранных автомашин, а затем речь пошла уже о автомашинах из Армении, с армянскими номерами и кыргызскими номерами. Обратите внимание, какой вот странный взгляд со стороны правительства. Эти государства, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Россия, Беларуси, все находятся в едином таможенном пространстве, так называемый Евразес. И почему вот такой взгляд именно на армянские или кыргызские номера? Это уже сразу говорит о незаконности действий со стороны казахстанского правительства. Потому что все эти государства находятся в единой таможенной зоне. Что значит единая таможенная зона? Это значит, вы можете свободно перемещаться внутри этих государств. Ваши дипломы эти государства принимают. Вы можете жить в этих государствах и есть определенные процедуры. Вы должны пройти регистрацию и все. Никаких сборов, налогов и каких-то других ограничений не существует в этих государствах. Собственно, для этого и создавался так называемый Евразес. И обратите внимание, вот какая разница для, скажем, России, Казахстана или вот эти государства, которые входят в ЕРЗС, с какими номерами ездит гражданин по территории этого государства. Мы же со своим паспортом или с удостоверением свободно перемещаемся по этим государствам. Никто не имеет права требовать визы и все прочее. Это касается в том числе и имущества, которое человек перевозит, личного имущества. И прежде чем говорить о тех нарушениях, которые сделало правительство Казахстана, я хочу вам просто напомнить, чтобы вы знали, как это выглядит в европейском сообществе. Так называемый Евросоюз, гражданин, если имеет автомашину, например, с номерами польскими или немецкими, и он может жить в любом государстве европейского сообщества, которых насчитывается 28, и только через год, если он в этом государстве живет более года, эта машина обязана пройти перерегистрацию. Что такое перерегистрацию? Просто получить, например, номер немецкий, если ты живешь в Германии более года. Ну, ты не платишь никаких пошлин, налогов, никаких сборов утилизационных, ничего, просто платишь небольшой регистрационный номер, чтобы тебе поменяли номер на автомашину и встать на местный учет. Все. Что же у нас получается? Вроде Казахстан находится в Евразес, подписаны различные международные договора, приняты законы. Между прочим, законы, которые подписаны в рамках Евразес, являются международными. И по Конституции Казахстана любые договора, которые подписаны именно международные, являются выше, чем внутреннее законодательство. Вот в этой связи я использую аналог европейского сообщества, а именно этот аналог использует Евразес. И вообще все в мире так называемые такие союзы, они создают большое торговое пространство, где нет никаких ограничений. И вот представьте себе, что Казахстан, являясь членом Евразеса, как и Армения, как и Кыргызстан, как и Россия, начинает говорить о том, что так называемые иностранные номера, они не имеют права перемещаться внутри страны, если не заплатят, не пройдут перерегистрацию, ну по сути дела не заплатят всех налогов и сборов. Это просто противоречит всем соглашениям и противоречит таможенному кодексу Евразеса, который по своему статусу стоит выше, чем внутренний закон Казахстана. Так вот, статья 260 таможенного кодекса Евразеса говорит о следующем. Если человек купил автотранспорт для личного пользования на территории этих государств, пяти государств, то он может свободно перемещаться, ездить, и никто не имеет права препятствовать, требовать его очистки таможни и все прочее, как сейчас, собственно, предлагают, как возмущенные автолюбители говорят, у меня машина стоит 2 миллиона тенге, а если я заплачу все эти налоги и процедуры, которые требует провести правительство, то я заплачу 4 миллиона, сверх 2 миллионов, как он сказал, мне эту машину дешевле сжечь. Вот представляете, что происходит? Тут уже дискриминация идет как Армении, так и Кыргызстана, во-первых. Во-вторых, просто Казахстан не выполняет статью 260 таможенного кодекса, который четко говорит, что автомашина, приобретенная для личного пользования, она не может ограничиваться в перемещении в любом из этих государств. Поэтому, уважаемые автолюбители, имейте в виду, что вы можете сейчас подать массово суды, вы можете обратиться в суд Евразес, и, соответственно, это постановление должно быть немедленно отменено. Но, если правительство Казахстана и такая будет упираться, глупо, они прямо попадают под нарушение статьи 260 Единого таможенного кодекса. И так называемый временный ВОЗ, о котором говорит наше правительство, оно вообще никакого отношения не имеет к этим машинам, которые курсируют по территории Единого таможенного союза, с армянскими, с российскими, кыргызскими или казахскими номерами. Поэтому эти требования незаконны. Я уж не говорю о дискриминации, почему Россия вдруг выпала. Понимаете, такой избирательный подход дискриминационный прямо нарушает законы Евразеса. И, конечно, правительство Армении, Кыргызстана должны выразить свой протест, сразу подать в суды против действия казахского правительства. Это постановление, безусловно, должно быть отменено. Но даже если люди покупают автомашины за пределами Единого таможенного союза, даже в этом случае механизм временного ВОЗа предполагает, что человек может год ездить по территории, например, Казахстана и не платить никаких налогов и все прочее. Даже если за пределами. А здесь речь идет о машинах, зарегистрированных в Армении и Кыргызстане. Поэтому действия правительства и соответствующие постановления не являются законными. Это вы должны знать. Ну и второе. Я хотел бы уже принципиально изложить позицию будущего правительства демократического выбора Казахстана. Мы не должны присутствовать в таком евразийском сообществе, которое сейчас есть. Потому что мы не являемся равноправными партнерами. Россия проводит какие-то агрессивные действия, в частности против Украины, Сирии и других стран. Это приводит к международным санкциям. При этом Россия, как ближайший союзник, член Единого таможенного союза, ни с кем из членов таможенного союза не согласовывают свои действия. И это пагубно сказывается на каждом из этих государств. Страны европейского сообщества все свои международные акции согласовывают. Есть механизм согласования. Есть специальные комиссары, которые отвечают за международные дела, за свою международную политику. А в рамках Европейского союза такие несогласованные действия невозможны. Что же получается в Евразии? Путин делает, что хочет. Нападает, развязывает войны, интервенции, все прочее. Угрожает. И по сути дела все эти проблемы приходят к нам, в Казахстан. Зачем нам такой союзник? Ясно, что союз диктаторов работает по принципу, кто сильнее. Нет никакого равноправия. Вы все прекрасно знаете, что наши товары не могут перемещаться свободно на территории России и там продаваться. Бизнесмены об этом постоянно говорят и жалуются. Поэтому очевидно, что нам такой союз не нужен. Нам нужно проводить независимую торговую политику со всеми странами, в том числе с Россией, с Китаем, по принципу выгодности нашей стране. Сейчас же, если мы возьмем пример автомобилей, то получается, что мы не производим автомобили, но при этом защищаем российскую автопромышленность. Притом это технология 70-х годов, купленные лицензии у Фиата. Это, сами знаете, корыто, что называется. Почему мы должны защищать такую плохую промышленность? Когда я работал министром в 1998-1999 годах, был министр энергетики, индустрии и торговли, чтобы вы знали, что тогда Министерство экономики подчинялось мне, она на правах комитета по экономике находилась внутри моего ведомства. Поэтому все вопросы пошлин, принципиальных налогов отвечало именно ведомство Министерства индустрии и торговли. И тогда мы приняли принципиальное решение, правительство все поддержало, члены правительства, что пошлины не должны быть выше 10% по любым позициям, которым не производит Казахстан. В принципе, больше 10% нет смысла, иначе внутренний производитель начинает производить некачественные товары, он не может конкурировать с такими же производителями в мире. Это приводит на самом деле к тому, что потребитель начинает покупать некачественный плохой товар. Поэтому мы тогда приняли решение, что пошлины не могут быть более 10%, и в связи с тем, например, то, что наша страна не производила автомобили, мы убрали все пошлины до нуля. То есть мы могли импортировать автомашины с любых стран мира, и при ввозе покупатель платил только налог на добавленную стоимость, при ввозе. Никаких пошлин не было, никаких утилизационных или каких-то других сборов не было. То есть контрактная цена плюс НДС, сейчас, по-моему, около 12-14%, и все. Никаких пошлин нам не нужно. И тогда государство всегда от этого большого потока импортных автомашин получает один налог на добавленную стоимость, и все, и все довольны. А что сейчас получается? Получается, российские автомобили плохого качества, они с точки зрения экологии и всего прочего плохого качества, и выгоднее купить за несколько тысяч долларов импортную автомашину, японскую или европейскую, которые значительно превосходят даже новые российские автомашины, и, а сейчас существующие правила не позволяют это делать, ты платишь в несколько раз больше, чем та цена, за которую ты приобрел автомашины. Поэтому при правительстве демократической выборы Казахстана будет следующее. Мы не будем вводить никакие пошлины на импорт автомашины, будет только оплата налога на добавленную стоимость, никаких не будет сборов, утилизационных, и ничего вообще не будет. Это будет касаться всех производителей автомашин, всего мира, в том числе и России. Никакого налога, никакого приоритета мы не должны давать. Это первое. Никаких пошлин, никаких сборок, вообще ничего. И тогда это будет справедливо, тогда наш потребитель действительно будет покупать дешевые, качественные автомашины без всякого приоритета, без всяких каких-либо дополнительных налогов. Вот то, что мы хотим сделать, и это будет сделано. Теперь мы сделали опрос общественного мнения, я его результаты сегодня опубликую. И я обратился к автолюбителям, те, кто имеет автомашины, для которых автомашины это не просто средство роскоши, это средство и передвижения, и их бизнеса. Они на этом таксуют, зарабатывают какие-то деньги. Кто-то живет далеко и без машины, что называется, никуда. Конечно, существующая политика, которую проводит сейчас Еврозес или наше правительство, она никуда не годится, она против наших граждан. Мы сделали опрос и спросили, готовы люди участвовать в митингах. 69% из запрошенных заявили, что будут участвовать. Конечно, есть большое количество людей, которые возмущаются, говорят, что вот автомобилист защищает только свои собственные имущества, что до этого проходили общегражданские митинги, и автомобилисты не шли на митинги. Уважаемые друзья, я считаю, этот подход ошибочный. Почему? Потому что у нашего общества есть разные проблемы. У многодетных матерей есть проблема в том, что им платят мало пособия со стороны государства. У кого-то есть проблемы с жильем ипотечники. У некоторых довольно значительная часть населения, около 9 миллионов, есть проблема так называемых потребительских кредитов. То есть проблемы разные. И я убежден, что мы должны проявлять солидарность. Пусть даже автомобилисты сегодня двигаются своим путем узко. Они вот хотят договориться с правительством, они хотят участвовать в других митингах, они хотят вот на своем пусть. Но мы должны проявлять солидарность. Сегодня мы поддержим автомобилистов, завтра матерей многодетных, послезавтра ипотечники и так далее. Через какое-то время эти ручейки протеста объединятся, и будет огромная волна, которая сметет это коррупционные мафиозные правительства. Поэтому, уважаемые друзья, я считаю, что мы автомобилистов должны поддержать. Мы посмотрим, сейчас будет как развиваться событие. Если правительство, поняв, что совершил ошибку отменить постановление, это отлично. Это значит тот самый протест, который сейчас выплеснулся на улицы, когда сотни людей в разных областных городах выходят с протестами к стенам ДВД, он значит дал результат. И это хорошо. Это значит правительство реально боится своего народа и вынуждено прислушиваться и отступает, отменяет незаконные свои решения. И сегодня это автомобили, завтра это будет помощь матерям и так далее. Поэтому мы должны приветствовать любые протесты, поддерживать их. И пусть это сегодня автомобилисты, завтра еще кто-то. Но шаг за шагом, если мы будем все вместе поддерживать, сформируются единые позиции и будет солидарность. То самое, что мы ищем. Мы призываем и говорим. Уважаемые друзья, выходите, поддержите, приходите. Поддержите этих, третьих, пятых, других, любых. Так строится гражданское общество. Так появляется солидарность. Поэтому, если в ближайшее время этот вопрос не решится, демократический выбор Казахстана объявит о организации масштабного митинга по всей стране. Но если это правительство не решит этот вопрос и не отступит. А если отступит, хорошо, тем других у нас много. Протестных настроений в стране тоже много. Мы их будем объединять. Поэтому, уважаемые друзья, давайте поддержим автомобилистов, присоединимся к их протестам. Я сейчас в качестве ориентира дал, что статья 260 таможенного кодекса Евразес Казахстан нарушает. Это международный договор, который стоит выше любых законов Казахстана. И пока мы находимся в таможенном союзе, правительство Казахстана обязано исполнить правила и законы таможенного союза. Во-первых. Во-вторых, когда мы станем реально независимой стороной, мы выйдем из единого экономического так называемого сообщества, потому что это союз диктаторов, который выгоден только России. Мы будем проводить собственную незамесимую политику и тогда отменим все пошлины, все сборы, и импорт автомашин, и не только автомашин, будет практически без пошлины. И это возможно. Это происходит во всем мире. Ко мне мой подписчик один обратился, возмущался, говорил, как это без таможенных пошлин. Я вам так скажу, что обычно стандарт таможенной пошлины максимум 5-6 процентов. Больше их не бывает. А по многим позициям вообще отсутствуют пошлины. Это все находится в руках правительства для проведения экономической политики. Что-то стимулировать, где-то какие-то дополнительные налоги собрать. И все. Здесь это не является каким-то правилом, которое невозможно изменить, которое не меняется. Чтобы вы понимали, это вопрос политики, экономической и любой другой. Поэтому, друзья, давайте поддержим протесты, поддержим автомобилистов и добьемся, чтобы правительство отменило свое незаконное решение. Алгаха, Застан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!